Турция начала новую военную операцию против рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Кому доллары? Центральный банк открывает торги. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карины Саяхова. В Казанском федеральном университете начнет работать психологическая клиника. Проект направлен на оказание помощи студентам и их поддержку в решении разных психологических проблем. Турция начала новую военную операцию против рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Коготь-замок» в северной части Ирака. Как сообщили в пресс-службе турецкой минобороны, цель операции – предотвращение террористических атак против турецкого народа и сил безопасности севера Ирака. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, турецкие вооруженные силы нанесли авиаудары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам рабочей партии Курдистана. Турция рассматривает рабочую партию Курдистана как террористическую группировку и в настоящее время мы видим очередную фазу обострения отношений между рабочей партией Курдистана и турецким правительством. Главная проблема Турции состоит в том, что есть территории, на которые рабочая партия Курдистана претендует, а эти территории являются, скажем так, территорией турецкой республики. Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и после перемирия возобновился в 2015. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Таимб Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6 тысяч 900 за ее пределами. С июля 2015 года потери турецких силовиков составили более 1 тысячи двух сотен человек. Пока на данный период определиться с тем, какие варианты решения есть, очень сложно, потому что четкой позиции нет ни у одной из сторон, то есть как эту проблему решать, в том числе и Организация Объединенных Наций не предложила никакого четко проработанного плана действия в отношении формирования курдской государственности. И по всей видимости, вот эта курдская проблема, она будет еще проходить ряд циклов обострения и циклов противоречий с разным составом участников. В апреле 2021 года турецкая армия уже проводила подобную военную операцию в Ираке. Тогда военные атаковали позиции курдских повстанцев с помощью воздушных военных сил. До этого Турция проводила операцию под названием «Кыран-6», в которой участвовали более 2 тысяч силовиков, а также операции «Орлиный коготь», «Источник мира» и другие. По словам министра обороны Турции, операция проходит успешно, поставленные на первом этапе цели достигнуты. Кому доллары? Центральный банк открывает торги. С 18 апреля Банк России возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Регулятор объяснил смягчение ограничений тем, что россияне начали менять валюту обратно на рубли, а у банков появляется валютная наличность. Произошло слишком сильное укрепление курса рубля. Это неправильное, нездоровое укрепление, которое было как раз вызвано наличием безбыточных ограничений на приобретение иностранной валюты и пересылку валюты через границу. Для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, Центральный банк отменил ряд ограничений, что привело к стабилизации валютного курса на уровне около 80 рублей за доллар. Ранее Центральный банк запрещал банкам продавать банкноты, чтобы избежать серьезных проблем с выдачей наличных. Сейчас же у банков есть дополнительная валюта, которую можно продавать гражданам. Были разрешены переводы за границу для частных лиц с ограничениями, но все-таки разрешены. Центральный банк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Это повлияло на спрос на иностранную валюту. Также с 11 апреля Центробанк отменил комиссию за покупку валюты через брокеров и требования к банкам ограничить разницу между курсами покупки и продажи валют. Ася Шихмина, Универньюз. В КФУ состоялась коммуникационная сессия научно-технического центра «Газпромнефти». Подробности далее. В актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла коммуникационная сессия научно-технического центра «Газпромнефти». У нас проходит коммуникационная сессия вузов-партнеров «Газпромнефти», куда входят 11 вузов. В том числе и в 2021 году в Лигу вузов «Газпромнефти» вступил и Казанский федеральный университет. В рамках коммуникационной сессии состоялось представление функциональных трендов и направления развития бизнеса, блока, разведки и добычи «Газпромнефти». Целевой операционной модели и взаимодействия – системы оценки и рейтингования вузов-партнеров по компетенциям, практике и процессе сопровождения проектов. Это мероприятие второе по счету у «Газпромнефти», но самое масштабное. До этого, я знаю, собиралось порядка четырех вузов, сейчас это все вузы и все департаменты «Газпромнефти» и «Газпромнефти». Также напомним, что помимо этого на мероприятии были представлены сценарии коммерциализации технологий, развития стартап-среды в вузах и опыт в этом направлении. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В актовом зале Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялась профориентационная встреча студентов с представителями предприятия «Эликон». Все подробности узнавал наш корреспондент. Предприятие «Эликон» приглашает студентов на перспективную работу. Павел Кротченко, генеральный директор «Эликона», рассказал об основных направлениях производства, перспективах карьерного роста. Почему это проходит здесь, есть небольшой секрет. Дело в том, что генеральный директор «Эликона» Короченко Павел Владимирович, наш выпускник, выпускник Казанского финансово-экономического института, он учился здесь, познакомился со своей будущей женой, то есть это для него вуз такой значащий. Чтобы попасть на работу в «Эликон», достаточно подать заявку на общих основаниях. Сейчас они готовы брать студентов без опыта работы. Мы сейчас готовы брать студентов, даже не имеющих опыт работы, мы научим сами. Поэтому каких-то особых навыков, требований обязательно, чтобы был опыт работы, нет. Главное – светлая голова и готовность трудиться. Помимо встречи со студентами, у предприятия запланирован ряд визитов к руководству Казанского университета с конкретными предложениями о сотрудничестве. Юлия Семенова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Совместный проект Набережной Челнинского института Казанского федерального университета с ПАО «КамАЗ» по созданию передовой инженерной школы. В чем основная идея создания и где будет базироваться школа, узнаете далее. Создание передовой инженерной школы на базе Набережной Челнинского института Казанского федерального университета обусловлено заданным миром трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня, непосредственной близости к индустриальным партнерам. Закамье является точкой экономического роста Российской Федерации, а город Набережной Челны – одним из ключевых центров автомобилестроения. На сегодняшний день на первом этапе запланировано создание 30 передовых инженерных школ в России. Следующий этап – это будет еще несколько этапов. В сумме должно быть порядка 100 передовых инженерных школ в России. И, конечно же, очень важно в данном случае, как я сказал, поддержка предприятия. Нашим таким вот индустриальным партнером, передовым производством является КАМАЗ. Мы с ней сотрудничаем, тем более это очень важно, так как одним из условий является обязательно софинансирование со стороны индустриального партнера. Идея создания передовых инженерных школ появилась примерно летом 2021 года. Вопрос создания обсуждался на сессии в Сириусе в Сочи, где Набережной Челнинский институт КФУ принял участие совместно с ПАО КАМАЗ. Школа будет базироваться на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой, современной и технологической инфраструктурой. Пока вышло только положение о совете под передовым инженерным школам и правила. А сама конкурсная документация должна выйти вот где-то, наверное, во второй половине апреля. Мы ждем со дня на день. Я считаю, что сегодня, когда к нам применяют такие достаточно жесткие санкции, еще более значима задача с точки зрения импортозамещения. То есть мы должны создать новое производство совместно с индустриальным партнером для того, чтобы максимальное количество продукции, высокотехнологичной продукции производить у нас у себя в России. Инженерная школа должна стать одним из ключевых факторов притяжения молодежи к региону. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры для автомобилестроения и других отраслей высоких технологий. Для этого необходимо обеспечить в университетском кампусе технологичные и комфортные условия для проживания, работы, учебы, отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава. Елизавета Никитина, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok